В эфире Омск ТВ новости в студии Дарья Тюменцева. Здравствуйте! Смотрите сегодня. В Омске продлили режим повышенной готовности до 30 апреля включительно. На очередном заседании Оперштаба по коронавирусу решено оставить пандемийные ограничения без изменений. Для отмены масочного режима, по мнению специалистов регионального Роспотребнадзора, предпосылок нет. Эпидемическая обстановка в Омской области нестабильна. До конца апреля сохраняются и рекомендации о соблюдении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Работодателям советуют перевести эту категорию омичей на удаленный режим работы. Массовый иммунитет от коронавируса у россиян должен сформироваться к концу лета. Тогда и будут сняты все ограничения, введенные в стране из-за пандемии. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов. Когда россияне смогут вернуться к нормальной жизни и когда будут сняты все запреты, глава государства заверил, это произойдет. Он предлагает послушать специалистов, которые говорят, что ограничения можно будет снимать только после того, как будет создан популяционный иммунитет. На эти цели направлена массовая вакцинация населения. Отмечу, что прививочная кампания против COVID-19 стартовала в регионах страны с января 2021 года. По последним данным, общее число россиян, которые были привиты хотя бы одним компонентом препарата «Спутник Ви», 6 миллионов. Из них более 4 миллионов уже завершили курс вакцинации. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если массовая вакцинация пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя. Что касается эпидемической обстановки в регионе, то за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердил соуста двух амичей. 35 пациентов выздоровели, еще двое скончались. Отмечу ранее о двух студентах, заболевших COVID-19, сообщили в Омском государственном медицинском университете. Из-за риска распространения инфекции на дистанционное обучение переведены 25 студентов педиатрического факультета и 11 преподавателей. Как отмечается в распоряжении ректора ВУЗа, соблюдать режим самоизоляции им придется до 10 апреля. На пути к восстановлению Иртышская птицефабрика, где летом прошлого года из-за птичьего гриппа уничтожили всех кур, а это почти полтора миллиона голов, вновь стала поставлять куриное яйцо в торговые сети. Напомню, предприятие, которое обеспечивало потребность регионам на 60%, в августе 2020 года прекратило работу на несколько месяцев. Лишь в ноябре на птицефабрике начался процесс восстановления, завезли новых цыплят, которые уже в марте дали первую партию продукта. Яйцо ушло в реализацию, выйти на прежние объемы на предприятии планируют к 2022 году. Отмечу, что яйцо вошло в число товаров, наиболее подорожавших за год. Сейчас десяток в среднем стоит почти 75 рублей. При этом цены на яйца в Омской области, по данным Омскстата, остаются одними из самых низких в Сибири. В рейтинге по уровню минимальных потребительских цен на яйцо Омская область занимает в Сибирском федеральном округе третье место. Четверть населения страны считает, что зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить свой собственный прожиточный минимум. Аналитики провели опросы и выяснили, что каждому четвертому россиянину дохода хватает на необходимый набор продуктов и услуг. Причем каждый из них выражает собственные субъективные представления по этим показателям. Согласно исследованию, уровень ожидаемого прожиточного минимума у опрошенных более чем в два раза превышает официально установленный Минтрудом. 24,5 тысячи рублей в месяц и 11 653 рубля соответственно. При этом среднедушевой доход составил 18 600 рублей ежемесячно. Аналитики отмечают, что разрыв между оценками необходимого минимума для жизни и среднедушевым доходом с годами увеличивается. Если в 2018 году разница составляла 22%, то три года спустя уже 32%. При этом жители крупных городов чаще заявляют о том, что их доход выше необходимого прожиточного минимума. Так считает треть респондентов. В Москве таковых больше 60%. А вот в небольших городах и сельской местности лишь 15% опрошенных могут похвастаться своим финансовым обеспечением. Ледяные наросты на крышах омских многоэтажек можно разом сбить за несколько секунд. Омские ученые изобрели устройство, с помощью которого кровля быстро и эффективно очищается от сосулек. Стоит недорого и при этом надежно, как автомат Калашникова. Как работает устройство, которое омские ученые собрали чуть ли не на коленках и примут ли его на вооружение, омские коммунальщики, расскажет мой коллега Филипп Лебедь. Избавиться от сосулек навсегда, быстро, а главное недорого. Такое предложение уже в ближайшее время может появиться на потребительском рынке. Омские ученые из технического университета презентуют свое изобретение. Владимир Захаренко, профессор кафедры электроника, уверен, благодаря новинке омичам больше не придется ходить по улице и постоянно поглядывать наверх. В страхе, что с крыш многоэтажек может прилететь ледяная глыба. С помощью швилла разбивается вся наледь под крышей. Веселая копель с крыш только на первый взгляд проблема надуманная. Войну весенним сосулькам на государственном уровне когда-то проиграла сама Валентина Матвиенко. Нынешний сенатор, будучи еще губернатором Санкт-Петербурга, предложила сбивать сосули лазером. Русский язык благодаря чиновнице стал богаче. Матвиенковские сосули увековечены в народном фольклоре. Однако универсальную технологию борьбы с наледью на крышах так и не придумали. Правда, в новостройках начали устанавливать системы нагрева карнизов крыш и водостоков. Но что делать с многоэтажками старых образцов? Замена кровли – удовольствие не из дешевых. В миллион точно не уложится. Омские ученые предлагают технологию, которая обойдется на порядок дешевле. На крыше закрепляется одна единственная часть электрическая – это катушка, при протекании импульса тока в которой возникает электромагнитное поле, взаимодействуя с электропроводящим объектом, в котором наводятся выхлевые токи, из-за чего возникает эффект удара. Эти поверхности опалкиваются друг от друга, штук перемещается, и, соответственно, происходит срыв сосули. В тестовом режиме аппарат опробовали осенью. Правда, не на крыше дома, а на небольшой пристройке к университету. Валентина Матвиенко результатом точно была бы довольна. Вот у нас карниз крыши с сосульками и исполнительным устройством в виде катушки и ударной планки. В багажнике машины размещен источник возбуждения электрических импульсов. Мы нажимаем на кнопку, и всего одним щелчком сосульки сбиваются абсолютно со всей длины крыши. Технология не новая. Ее придумали еще на стыке веков для сбивания льда с корпуса самолета. И лишь спустя 20-летие омские ученые смогли адаптировать разработку на благо гораздо большего количества людей. Уже есть патент, название незамысловатое, но четко описывающее суть – устройство для удаления льда с карниза здания и сооружения. Года четыре назад появились талантливые магистры, и мне надо было загружать их некой тематикой. Я вспомнил это направление. И с их помощью потихонечку вот на коленке. Тезис у нас такой – надежность должна быть, как у автомата Калашникова. То есть в любых всепогодных условиях ничего не должно залипать, ничего не должно отказывать. А надежно работать, потому что под крышей это годами должно стоять, никто там обслуживать их не будет. Сбивать сосульки таким методом можно хоть каждый день. Главное – вовремя заряжать аккумуляторы. Сама электроимпульсная установка стоит в пределах 100 тысяч рублей. Еще в несколько тысяч обойдется монтаж швеллера под кровлей. Один аппарат можно использовать на сотни домов. Экономическая выгода, считают ученые политеха, налицо в ближайшее время. Установку будут дорабатывать. А затем, если появятся спонсоры, можно выходить на большой рынок. Накипело. Жители Новоалександровки и Амичи, пользующиеся остановкой общественного транспорта, вблизи четвертой ТЭЦ, пожаловались на загрязнение окружающей среды. А именно, их не устраивают горы угля, мусора и золы, которые скапливаются около конечной остановки. По мнению горожан, которые прикрепили фотографии в подтверждение своих слов, на территории предприятия наводят порядок, но при этом загрязняют окружающую среду. В территориальной генерирующей компании номер 11 уже прокомментировали обращения жителей в соцсетях. Заявили, что не имеют отношения к происходящему. Уголь с ТЭЦ не вывозится, а сжигается в топке котла. Продукты сжигания угля – зола. Транспортируются по трубопроводам на золоотвал. Вывоз золы и угля с территории ТЭЦ на территорию поселка невозможен и экономически нецелесообразен. ТГК-11 уделяет особое внимание промышленной и экологической безопасности. На объектах ежегодно проводятся проверки Ростехнадзора. Специалист компании проверил место. Золы или угля не обнаружено. На фото – грязный снег, убранный с дороги. А ОТГК-11 к этому не имеет отношения. Экологи объясняют, что сама по себе зола, если ее хранить и транспортировать по правилам, а именно постоянно увлажнять, не несет вреда для экологии человека. Она относится к пятому классу опасности и имеет наиболее низкую степень вредного воздействия отходов на окружающую среду. Однако, если зола высыхает и попадает в воздух, то опасность для здоровья человека возрастает, так как приходится дышать мелкодисперсными частицами. От этого могут страдать легкие и есть даже риск появления онкологических заболеваний. В свое время проводили исследования по Новоалександровске, это населенный пункт недалеко от золоотвала. Вот на этой территории обнаруживала всплеск онкологических заболеваний, и вся территория была отнесена в свое время к зоне экологического бедствия, то есть требовала определенного ухода за здоровьем населения и в то же время за золоотвалом. При правильном технологическом уходе это не опасный отход, но надо понимать, что если попадает в воздух, то оно представляет определенную опасность. Подтопительный сезон. В Омске более двух сотен дорог могут уйти под воду. В мэрии составили список участков с риском подтопления. Больше всего 104 объекта в Центральном округе. Вторую строчку рейтинга занял Октябрьский. 37 улиц, далее Кировский, Советский и Ленинский. В каждом порядка 30 проблемных участков. Накануне в Октябрьском округе на улице Бульварная мечам пришлось буквально проплывать кольцевую развязку на автомобилях. Видео опубликовали в соцсетях, почему в городе с приходом весны стартует подтопительный сезон и какие недостатки в содержании дорог видят омские водители, расскажет Ирина Сорокина. Не проехать, не пройти, а проплыть. Как амичи преодолевают весеннее озеро по улице Бульварной, целое приключение, зафиксировал автомобильный регистратор. На видео кольцевая развязка. Не где-нибудь на городских окраинах, а практически центр города-миллионника. С потеплением вместо снега огромная лужа. Весеннее солнце растопило то, до чего не добрались коммунальщики и специалисты дорожных служб. Василий, водитель с 30-летним стажем, шутит. Русской дороги без лужи снежной каши не бывает. Это русская дорога называется. В русской дороге без грязи не бывает. Так что тут крути, крути, вон по машинам посмотрите. Вот вся зима, вся дорога вышла. И это все за какой-то мест. Чтобы не было потопа, нужно вовремя вывозить снег и очищать ливневки. Этим занимаются специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства. Принцип весеннего ухода за городскими улицами прост. Вывести снег с обочин, растопить лед в ливневках горячей водой и прочистить дренажные колодцы от мусора и листьев. Но дорог в городе много, а специалистов не хватает. К тому же не на всех улицах есть система водоотведения. Как говорят автолюбители, в Омске больше мест, где ливневок либо нет, либо они завалены снегом. У нас в городе нет ливневой колонизации, которая и была еще в советских времен. Ее закатали основным, поэтому вода куда наденется? Она и стоит, где там же место, и практически по всему городу. Вот там на месте нет ливневки, поэтому и вода стоит. Хорошо, если бы только здесь, повсюду практически. Специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства отмечают, ливневки на Бульварной все же есть. И в этом сезоне рабочие их уже прочищали. Почему вода не уходит – загадка. Сотрудники управления обещают взять ситуацию на контроль и разобраться, почему улица Бульварная скрылась под водой. Сегодня дорожной службой ДЭО Октябрьского округа на место направлена бригада для обследования и выявления причин, из-за которых мог образоваться застой воды. Одна из вероятных причин – высокая нагрузка на коллектор, который при обильном сходе талых вод, не может сразу справиться с пропуском и отведением больших потоков воды. Требуется некоторое время для того, чтобы вода ушла. Коммунальщикам нужно торопиться. В ближайшие пять дней синоптики прогнозируют заморозки до минус 22 градусов. Днем весеннее солнце растопит снежные завалы, а ночной мороз превратит городские улицы в каток. И тогда автомобилистам и пешеходам придется не проходить, не проезжать и даже не проплывать, а скользить до пункта назначения. И повезет, если это будет не травмпункт и не пункт ГИБДД, куда придется ехать, чтобы оформлять ДТП. Пострадала по дороге на работу. Амичка в соцсетях опубликовала фото и рассказала об инциденте. На жительницу Омского района якобы напала бездомная собака. Сильно повредила ногу. При этом автор поста заявляет, что животное было чипировано. Напомню, бирка на ухе – это гарантия того, что собака стерилизована, привита и не агрессивна. По крайней мере, на это указывает закон. Однако Амичка пишет, цитата, «Это не первый случай в нашем районе собак выпускают из муниципального приюта, который находится рядом на улице Учхозной». Конец цитаты. Отметим, жалобу опубликовали анонимно. Связаться с пострадавшей оперативно не удалось. В Омске отловом безнадзорных собак, их содержанием, стерилизацией, вакцинацией и выпуском обратно на улицу занимается бюджетное учреждение «Муниципальный приют для животных», где уже прокомментировали ситуацию. В марте на указанной территории по заявкам КТОС «Релеро» и управляющая организация «Феникс» дважды проводился отлов бездомных собак. В результате выезда в бригадами муниципального приюта для животных было поймано пять безнадзорных собак. Важно отметить, что бирки к уху собак гуманным способом крепят не только муниципальный приют для животных, а также другие приюты для животных и общественные зоозащитные организации. На инцидент отреагировали и в следственном комитете. Размещенный пост в соцсети проверяют сотрудники и установят все детали произошедшего, степень тяжести телесных повреждений и ответственных лиц с действием работников виновной организации дадут правовую оценку по признакам уголовного преступления. Речь о статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. О результатах проверки следователей будет известно позже. Восстановить не получится, но есть возможность построить новый. Представители регионального ДСАФ рассказали, что сейчас с мэрией города активно обсуждается вопрос о возведении картодрома. Объект планируют оставить на левом берегу возле Ленинградского моста. Проект уже готов. В ближайшее время начнется процесс согласования с администрацией. Займет он несколько месяцев. После строители зайдут на выделенный участок. Что касается дедлайнов, ДСАФ не устанавливает конкретные сроки. Если погодные условия не подведут, а также не затянется согласование, проекта новую трассу для картинга в Омске откроют уже в этом году. Основная сложность – согласовать использование участков вдоль Ленинградского моста, которые находятся в ведении администрации Омска, на аренных или еще каких-то условиях. Устные договоренности уже достигнуты. Это работа, которая предполагает 2-3 месяца. В теплое время хотим проект согласовать и при положительном решении всех инстанций, думаю, вернем картодром Омску. Мое большое желание, чтобы он появился к концу нынешнего года. Но если до наступления холодов не успеем, то уйдем на 2022 год. Таковы главные новости на сегодня. В студии была Дарья Тюменцева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова